Рубрика «Вот это кадры» сегодня рассказывает о человеке с очень сложной, но очень нужной профессией. Съемочная группа ЗАП-ТВ совершила визит к врачу Владиславу Галякберову, руководителю хирургической службы краевого онкодиспансера. Владислав заведует отделением торако-абдоминальной хирургии, работает с пациентами, которым ставят страшные диагнозы – рак желудка, рак пищевода. Доктор каждый день пытается совершить чудо, помогает бороться со злокачественными новообразованиями органов пищеварительного тракта. Хирургия для Владислава Галякберова – призвание не иначе. Родители у меня оба врачи. В детстве, часто, когда не с кем было оставить маленького сыну, меня брали с собой в операционную. Я помню, что на меня магическое действие оказывали блестящие хирургические аппараты, лежащие за стеклянными шкафами. Инструменты родители даже приносили домой в качестве игрушек для маленького Влада. Доктор признается, когда его сверстники поголовно мечтали стать космонавтами, Владислава укачивала на каруселях. Соответственно, покорять космос, как и построить карьеру летчика или моряка, было не суждено. Владислав окончил институт с красным дипломом. Говорит, что учеба давалась ему легко. Мне очень повезло. У нас была хорошая очень группа. Мы начали учиться. У нас было трое парней и, по-моему, 12 девушек в группе. Все парни мы закончили с красными дипломами. И у нас было такое хорошее, скажем так, товарищество, соперничество в учебе, что как-то кто-то ответил лучше, кто-то хуже. Специализацию по онкологии Владислав Галиакберов выбрал после того, как его бабушка и дядя умерли от рака. Но в то же время он хирург широкого профиля. Делал операции и при холецистите, аппендиците, на щитовидной железе, при доброкачественных опухолях молочной железы. Талант быть врачом, как и художником, дан не каждому. Это что-то, заложенное на уровне тонкой материи, приправленное постоянным стремлением к самосовершенствованию. Каждый врач-хирург, развивая свой талант, по мнению Владислава Галиакберова, лишь в одном остается похожим на коллег. Юмор своеобразный у врачей, наверное, да. Но это накладывает отпечаток. Это называется профдеформация. Врачи все-таки циники? Я думаю, что да. Пациенты онкологического диспансера – люди особенные. Работать с ними сложно, но доктор Галиакберов каждого пытается настроить на позитив. Кто-то не может этого принять. Кто-то ставит крест, кто-то. Я всегда стараюсь больных настроить, что самое главное, самое главное в лечении и особенно злокачественных образований онкологических – это настрой пациента на лечение. У хирурга нет выбора, когда есть операция, даже если у пациента опасно инфекционное заболевание, считает Влад Галиакберов. Применяем методы профилактики более осторожно, специальные перчатки. Но, поверьте мне, когда стоишь, оперируешь, там хоть по локоть, по локоть в крови, там сложно, если операции большие, объемные, у больного хоть ВИЧ, хоть гепатиты, ну то есть опасные какие-то инфекции. В ходе операции мысли в плане собственной безопасности практически не возникает. У доктора Галиакберова карьерная лестница выстраивается очень удачно. Владислав даже три месяца жил и работал в Санкт-Петербурге. Попал в хороший онкологический центр, но по семейным обстоятельствам пришлось вернуться. Вначале переживал, конечно, не хотелось, но я думаю, что делается все к лучшему. Потому что очень много друзей, товарищей, кто уезжает, я сам это видел, на очень хорошем счету в любых клиниках, будь то Москва, в самых центральных, в самых навороченных. У нас очень хорошая школа хирургическая, забайкальская. Может сказываться, что нет такого количества оборудования, приходится развивать клиническое мышление, включать больше голову, скажем так, меньше надеяться на технический прогресс, скажем, на всевозможные аппараты. Рабочий день не по трудовому договору. Ведь случаи бывают разные. В любое время дня и ночи 24 на 7 нужно быть на связи. И доктор относится к этому спокойно, несмотря на то, что к концу дня порой гудят ноги и обостряется остеохондроз. Нет недовольства, страха и профессионального выгорания не случается. Я надеюсь, что не случится такого со мной. Поэтому, если бы я боялся, если боишься, не делай. Если делаешь, не бойся. Владислав Галиакберов – скромный хирург. Наставником для молодых коллег себя не считает. Шутку называет их юными подаванами. В его кабинете лишь одна грамота, которую он не стремился демонстрировать. Иногда читает философ Амара Хаяма и больше всего в профессии любит… Когда от меня уходит или выписывается радостный, выздоровевший пациент.